Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Действительно, мы живем в таком мире, где одиночества много. Ответить на этот вопрос, почему, вот спрашивает автор женщина, почему я одинока? Мы видим вопрос, состоящий из трех слов. Почему я одинок? И больше ничего у нас нету. Поэтому было бы крайне самонадеяно с моей стороны, вот имея в своем распоряжении всего три слова, дать конкретный ответ на этот вопрос. Ну, вы знаете, я сначала... Мы вернемся в процессе вопроса к священному писанию, но я попробую сначала ответить словами, по-моему, Остапа Бендера, который говорил, будь проще, и люди к тебе потянутся. Вот, то есть, вот я в этом вопросе вижу, опять-таки я догадываюсь, возможно, я не прав. Эта женщина имеет в виду свое одиночество в плане, может быть, семейной жизни. Но вообще, конечно, люди, которые не создали свою семью, но у которых есть друзья, у которых есть определенное общение, они все-таки не называют себя этим словом одиноки. Они спрашивают, а почему там у меня нет семьи, почему там Господь не дает мне мужа, или почему там... Вот, мы видим, что, скорее всего, может быть, здесь вопрос может быть даже задан еще более глубоко, почему я вообще одинока. Ну, опять-таки, если у этого человека нет каких-то прям серьезных психологических или даже психиатрических проблем, то я даже сейчас не возьмусь отвечать на вопрос, почему вы одиноки, но что делать, чтобы не быть одинокими? Я вот так бы перефразировал этот вопрос, что мне делать, чтобы не быть одиноким? Для этого нужно быть. Для этого нужно быть интересным человеком, для этого нужно быть открытым человеком, для этого нужно что-то из себя представлять. Ну, вот представьте себе, я вам сейчас приведу какие-нибудь примеры самые разные. Для этого нужно быть нужным человеком. Вот если вы, допустим, учитесь в институте, и у вас можно списать, вы не будете одиноки. Да, вами воспользуются в потребительском смысле этого слова. Как это унизительно? Я им нужен или нужна только для того, чтобы у меня можно было списать? Нет, не только. Но начинается всё с того, что мы зачем-то нужны другим людям. Надо так вот цинично отдавать себе отчёт, что мы с нашим богатым внутренним миром, с какими-то удивительными, серьёзными переживаниями, с которыми мы готовы были бы поделиться с другими, мы никому не нужны. Людям от нас нужны вполне практичные и конкретные вещи. Если мы можем это им дать, я не имею в виду только материальные, не обязательно деньги или списать, или ещё что-нибудь, но мы должны каким-то образом уметь удовлетворять интересам других людей. А эти интересы у них, они не про вас, они про них самих, про этих людей. То есть нужно научиться представлять интерес для других людей. Тогда вы не будете одиноким. Если вам есть что рассказать, если вам есть чем поделиться, если вы умеете что-то объяснить, если действительно в конце концов у вас можно денег до зарплаты занять, если с вами интересно разговаривать, интересно не разговаривать не о том, что интересно вам, а интересно разговаривать о том, что интересно вашему собеседнику. То есть, если вы умеете быть интересным собеседником для других людей, если вы умеете донести до них важное не вам, а им что-то, вот, то есть, еще раз говорю, если вы умеете каким-то образом удовлетворять как телесным, так душевным, так и духовным потребностям других людей, вы не будете одинокими. Мы живем в очень эгоистичном мире, где каждый тянет одеяло на себя, и если вам есть что отдать, если в общении с другими людьми вы готовы делиться, а не тянуть на себя, то вы, безусловно, одинокими не будете. А там уже, когда вас узнают поближе лично, когда возникнет некоторое общение, тогда окажется, что и ваш внутренний мир глубокий, и ваши серьезные переживания тоже могут оказаться кому-то важными, интересными. Вы найдете себе среди, знаете, как это бывает, если у вас есть достаточно большой круг общения, среди этих всевозможных людей, которые можно назвать случайными попутчиками на каком-то этапе, кто-то из них станет приятелями, из этих приятелей выделятся друзья, из этих друзей, может быть, выделятся самые близкие друзья. Среди близких друзей, глядишь, кто-то окажется вашим женихом или невестой, или вашей девушкой, или парнем, а дальше уже женихом и невестой, а дальше уже мужем и женой, и глядишь. То есть невозможно, будучи погруженным в себя и интересуясь только собой, думать, что вокруг тебя вдруг непонятным образом возникнет какой-то хоровод людей, и ты не будешь при этом одиноким. Но при этом, даже если вы не хотите всего этого, и задаете вопрос, почему я одинока, не в отчаянии, не в какой-то претензии к Богу, а просто так вот, почему я одинока. То есть здесь мы можем прочитать слова Священного Писания, например, апостол Павел в послании к Коринфянам, где он рассуждает о браке, в своем знаменитом отрывке, после того, как он говорит про мужа и жену, например, говорит следующие слова. И действительно, мы видим, есть люди, которые ищут одиночества, которые тяготятся тем, что они в этом мире не одиноки и уходят в поисках Бога, и желание угодить ему уходят в монастырь, или даже если они не в конкретный монастырь уходят, пытаются вести более замкнутый образ жизни, чтобы не отвлекаться в своей жизни от служения Господу. Поэтому важно понять, что если вы вдруг понимаете, что это не какие-то ошибки вашего поведения, а та жизнь, которая посылается вам Богом, то есть, если, несмотря на все ваши правильные и нужные усилия, вы остаетесь одинокими и осознаете свое одиночество, как посланное вам Богом, постарайтесь превратить его в служение Богу, как Господь на кресте говорит, но я не один, потому что я со Отцом. То есть, если мы в этой жизни будем с Богом, мы никогда не почувствуем себя одинокими. Продолжение следует...